Пророк начал скрытый призыв Удивительно, что в Мекке были идолы, истуканы, и прорицатели, и колдуны И никто не возражал их наличию И опять никто не возразил Даже более того, количество идолов стало увеличиваться вокруг Кама Когда же пророк Али Саратуса начал свой призыв к Аллаху, к тому, чтобы люди поклонялись только Аллаху Люди стали проявлять вражду И сказали про него, что он лжец И что он колдун И что он сумасшедший И стали подстрекать людей к тому, чтобы они говорили плохие слова про пророка Али Саратуса Они притесняли его, причиняли ему обиды Ругали его, оскорбляли Били его И даже они взяли и положили однажды ему на спину внутренности верблюдеца, когда он совершал земной поклон Никому не причиняли бы такие обиды, кроме пророка Али Саратуса Тогда пророк Али Саратус сам отправился в город Таиф То есть он делал то, что от него зависит из причин, при этом уповая на Всевышнего Аллаха Он думал, что может быть жители Таифа помогут ему и защитят его от того положения Но они выгнали его и оскорбили И направили на него детей, которые стали бросать на него камни И тогда предстал перед ним Джибриль А вместе с ним был ангел гор И сказал ангел гор, если хочешь я обрушу на них две горы, которые есть в Микке Но пророк Али Саратус сам, он надеялся оптимистично, что Всевышний Аллах Извлечет из потомства, сделает из потомства этих людей, тех, которые будут поклоняться только Аллаху